Виталий, приветствую тебя! Торговая сессия среды, наша вторая традиционная встреча. Все без изменений, друзья. Вы все прекрасно знаете, кто следит за нашим совместным контентом. Мы с позиции техники фундамента смотрим на актуальные рыночные возможности. Если есть что-то интересное по активам, которые анализируем, делимся с вами информацией. Ну и, конечно же, как дополнительная мотивация для вас уже принимать решения о трейдинге, если вам нужны подсказки, если вам нужна помощь, и вы не решаетесь все. В общем, два вида анализа, достаточной информации в совокупности, чтобы уже действовать. Ну а вы уже не решаете, потому что в конечном счете только вы несете ответственность за те торговые решения, которые принимаются. Мы, со своей стороны, рекомендуем вам также контролировать риски всегда, особенно когда новостной фон интересен какими-то фундаментальными событиями. Вот, кстати говоря, в прошлый раз, когда мы с тобой разобрали рыночную ситуацию, я предлагал по мере приближения вот этих важных релизов этой недели, делить внимание соответствующим активам. В частности, канадский доллар сегодня – это актуальный актив, потому что сегодня заседание Банков Канады поздним, ну не поздним вечером, вечером. То есть, ориентироваться на московское время, 17.00 по московскому времени, решение подставки. И спустя час после этого пройдет еще пресс-конференция. Давайте перейдем туда к демонстрации экрана. Пару слов расскажу по поводу тех идей, которые были раньше. Начнем с американского фондового рынка, который, в принципе, в прошлый раз котировался вот вблизи, консолидировался уровня предыдущего максимума. И тогда я рекомендовал все-таки, друзья, рисковать, пока сезон квартальных отчетов позволяет это делать. Компании отсчитываются результаты, лучше прогнозов и ожиданий, и, соответственно, все это поддерживает ралли, который идет в не одну торговую сетью. Это, представляете, четырехчасовой таймфрейм, друзья. Посмотрите, насколько мощным является вот это бычье ралли. Все истории про Тесла уже знают, состояние Илона Маска, который в прямом смысле уже в какой-то недосягаемости по тому, сколько у него средств уже сегодня. Ну, так скажем, нужно подытожить, ну, скажем, не подытожить, извини, что перебил, по поводу, когда говорят о состоянии, сегодня он триллионер, завтра там этот на втором месте, этот на третьем. Нужно понимать, что это все на бумаге, да, и нужно понимать, что если он бы хотел реализовать свою прибыль, он бы ее не смог, потому что по текущим ценам, хоть и акции ликвидные, но он бы, то количество акций, которое у него есть, он бы не смог продать. Если бы смог, то с очень большим дисконтом, там, процентов 30, а может и 50. То есть это тоже нужно понимать, что… Да, это действительно так. Это то же самое, как очень часто говорят про криптовладельцев, например, криптомиллиардеров по биткоину. Может быть, их у них много, но если они захотят выйти в кэш, сбрасывая большое количество биткоинов, они в конечном счете лихают себя этого состояния, потому что цена, как вы все прекрасно знаете, друзья, очень реагирует быстро на этот перекос спроса и предложений. Это по поводу крипты, ты правильно отметил, я не помню данные, там основное количество биткоинов, я не беру там другие валюты, биткоинов, там около 90% или сколько, но находится там всего несколько человек, да? Да. То есть все остальное, вроде бы, да, там говорят триллионы объемы, ну, там на самом деле небольшие объемы. То количество биткоинов, которое есть среди рядовых, скажем, трейдеров, инвесторов, да, оно небольшое, да, там нету таких каких-то заоблачных, да, есть миллионеры, да, но каких-то мультимиллионеров, их, ну, там единицы, поэтому это нужно понимать. И то же самое по поводу фондового рынка, да, вот я на прошлой неделе смотрел данные, там 90% и 95% акций находится всего несколько там, условно, несколько десятков или сот человек, да, а все остальное, вот рядовые, скажем, инвестора, да, у них небольшое количество, они не столь богаты, как те, основная масса, ну, основная масса богата. Вот, кстати, по поводу того, кто сколько владеет, вот сегодня я видел статью, сейчас ее быстренько нашел, тысячи крупнейших инвесторов контролируют более трех миллионов биткоин, ну, считайте, что это львиная часть тех, которые уже добыты, то есть тысячи человек, если размыть на общее количество каких-то трейдеров, это, конечно же, капли, море, это вообще какая-то десятка доля процента. Да, да, да. Так, ну что, по поводу американского фондового рынка, как я уже отметил, сезон квартальных отчетов продолжается, до конца этой недели еще больше 100 компаний отчитается, ждем и крупняк еще по корпоративному сектору технологический, ну, конечно же, отчетность может оступиться, и настроения могут быстро ухудшиться, но пока то, что есть, то есть, друзья. Из тех компаний, которые отчитались, львиная часть хорошие отчеты, и при таком раскладе логично предположить, что все-таки не такой уж большой ущерб, инфляция и вот эти проблемы с рынком труда оказались к оплатинному сектору и прибыли на компании. Поэтому думаю, что рост может продолжиться, и, как и ранее, полагаю, что 4,700 мы реально сможем увидеть. Так, другой актив, который в прошлый раз разобрал, это британская валюта. Я ее рекомендовал покупать с уровня 1,3730, до отложки мы так и не добрались. Сегодня я эту отложку оставляю в силе, котировки 1,3768. И транслирую как бы уже на следующей неделе, потому что следующая неделя, это по совместительству первая неделя ноября, она, кстати, крайне будет насыщена на события, ФРС, заседание ОПЕКа, потом данные по Non-Farm Perils, заседание Банка Англии. То есть понедельник, в следующий, скорее всего, я еще раз актуализирую этот новостной фонд, связанный с британской валютой. Но заранее, друзья, могу сказать то, что у британца сейчас очень хороший потенциал на рост, потому что все, что мы видели по статистике, по, опять же, и слышали по комментариям представителей британского регулятора, но есть очень хорошие условия для улучшения процентной ставки. Поэтому, если это решение будет принято об ужесточении политики, соответственно, фонд покажет очень хороший рост. Что касается канадского доллара, пары доллар-канадец, так, 1.23.86 текущие котировки. И я сегодня рекомендую вам как раз попробовать поторговать волатильностью в свете вот этого события, заседания Банка Канады. Допуская, что до самого заседания пара может восстановиться до отметки 1.24 чуть выше, я предлагаю даже отложку sell limit 1.24.20, но все равно уверен, что канадский доллар укрепится. Сегодня точно Банк Канады пересмотрит прогнозы и по экономическому росту, и по инфляции, и в свете тех релизов, которые мы анализировали ранее, это роничные продажи, данные по инфляции, которые, напоминаю, это статистика прошлой недели, когда потребительский цен достиг 4,4% в годовом выражении. Это все стимулы, мотивация для Банка Канады отказаться от программы количественного смягчения, свернуть ее. И это, конечно же, будет шагом в сторону ужесточения политики классика, на все это реагирует канадский доллар, как и любая другая валюта на ужесточение политики, должна реагировать всем укреплением. Поэтому я думаю, что канадский доллар против американцев сохранит текущую нисходящую тенденцию, тренд. Я еще, кстати, верю в дальнейший рост цен на нефть, и получается очень хороший тандем вот этих новостных факторов, которые могут привести к тому, что даже сегодняшняя торговая сессия по паре доллар-каналис может быть закрыта поближе к уровню 1,23 или даже ниже. Моя долгосрочная цель – это где-то 1,22. И что касается рынка нефти, сейчас 84,77, я, друзья, рекомендую посмотреть все-таки не за уровнем поддержки, которые, если оценивать по значениям 83,80, там чуть пониже, а именно на многомесячный максимум, который был протестирован ранее, в районе 86 долларов за баррель. И кому интересно сейчас подпекулировать нефтью, то, соответственно, пробой сопротивления 86 может стать хорошей инвестидеей. И, соответственно, при дальнейшем восходящем движении на новостном фоне, связанном с глобальным генетическим кризисом, кстати, сегодня данные по запасам еще выйдут в 17.30 по московскому времени, в прошлый раз, на прошлой неделе, снижение запасов бензина, нефти, дистилляторов – все это привело к росту нефти, и допускаю, что сегодня ситуация может повториться. То есть смотрю на рынок нефти вверх, buy stop 86, take profit 89 и stop loss 85. Виталий, слово тебе. Так, всех приветствую. Видно рабочий экран? Да. Давайте пройдемся по тем идеям, которые я в прошлый раз озвучивал. Это новозеландский доллар и золото, да, и дам также свое видение по канадскому доллару, как ты просил, и, в принципе, новости сегодня, и по европейской валюте дам свое видение, так как у нас завтра будет достаточно сильный новостной фон по данному инструменту. Итак, золото. По золоту я говорил, что возможно снижение по данному активу ниже 1800 долларов, да, то есть уровень был неплохой, здесь был ложный пробой, но я еще такую ремарочку ставил, что вот именно в понедельник там было видно поджатие, и поэтому в тот момент шортить было, скажем, рискованно, нужно было подождать хотя бы выравнивание. Ну, видно вот на часовичках здесь поджатие, и выравнили только вчера. То есть вот с этого поджатия вот его так сломали, да. То есть вот вчера можно было рассматривать неплохие шорты, и ниже 1800 ушли, и достаточно неплохо, там плюс 200 пунктов практически. На текущий момент по золоту мы подошли снова к локальной трендовой линии. Я пока, скажем, оставлю идею на снижение. Если кто шортил там в районе 1800 плюс-минус, сделку можно оставить пониже без убытки, потому что от этой точки мы можем, в принципе, снова отскочить наверх. Скажем, вот такое у меня видение по данным инструментам. Дальше. Новозеландский доллар говорил о нем, что мы находимся возле сильного уровня сопротивления. Это 0,7170, плюс здесь был, скажем, такой момент неплохой модели в шорт. Мы локально в понедельник падали, но я пока по данному инструменту перевернулся в обратную сторону. Вот в понедельник, вот здесь, когда мы утром обсуждали и говорил за шорт, на часовиках видно, мы падали, локальные минимумы сделали, но после того, как мы откупили вот этот момент, я сразу во второй половине дня и вечером еще писал ребятам, своим ученикам про канал, что я пока по данному инструменту за лонг, и поэтому шорты отменяются. Они, конечно, могут быть, но я бы рассматривал покупки по данному активу, там плюс-минус секущих, цены 71.70 со стоплосом за вчерашний минимум. Точнее, позавчерашний минимум, это у нас получается 71.30 условно, да. И расти у нас есть куда до максимума прошлой недели и, возможно, выше. Это пока такой сценарий у меня по данному активу. Дальше. Канадский доллар. Согласен с тобой по поводу шорта по данному инструменту. У нас здесь тренд, да. Конечно, здесь чуть-чуть корявенько. Я даже пытался в понедельник купить данный инструмент, потому что у нас здесь была такая локальная трендовая. Вот в понедельник покупал, но вышел с данного актива. Все время откупают, но как-то не идут на пробой уровня условно 1.24. Пытались уже несколько раз, поэтому возможно рассмотреть снижение. Хотя здесь чуть-чуть мне не нравится ситуация, но так как новостной фон, возможно рассмотреть с секущих. Это 23.80, там 5. Все, что ниже 24, возможно рассматривать на шорт. С обновлениями, возможно, 1.23 сегодня, там завтра. И не исключая тот момент, который ты выставил тоже на лимит, на возможный какой-то выброс шпильки на новостях и дальше вниз. То есть, ну это уже, скажем, по факту нужно смотреть. Но пока ниже данного уровня, возможно, работать на снижение. Ситуация чуть-чуть такая корявенькая, но, скажем, что есть, то есть. Дальше. Евро-доллар. Завтра новости сильные. Что-то там обещают повышение возможной ставки. Кстати, как ты к этому относишься? Будут повышать ставку или только намекать? Да нет, конечно же. Я думаю, что и программу количественного смягчения не тронут. И, возможно, даже и не намекнут, а просто оставят все в силе, пересмотрят прогнозы по экономическому росту. А мы уже, как трейдеры, инвесторы, сами будем вынуждены все додумать за Европейский центральный банк. Как что-нибудь делать. А то я где-то читал, что что-то планируют поднимать. По данному активу я за лонг, но он достаточно сложный. Мне он не нравится сильно. Если покупать с текущих, это у нас 1,16 с копейками. Примерно 1,1550 вот сюда. Потому что мне не нравится, как скинули в понедельник сильно евро-доллар. Я, в принципе, говорил, что кто ранее покупал, я еще на прошлой неделе советовал покупать евро, что обязательно, ну, желательно закрыть какую-то часть покупки, потянуть стоп-лосс поближе на плюсовую зону, потому что здесь могут скинуть. И они, в принципе, скинули. И не исключаю, что могут еще пониже, где-то в район 1,1570. Но будем надеяться, что рост будет с текущим. Хотя он мне сильно не нравится. Возможно, ближе к четвергу картинка какая-то будет более ясная. И будет ли она лонговая, тоже вопрос. То есть вот как-то вот так. Пока у меня покупка против доллара, то есть это евро-доллар, канадский доллар за снижение, новозеландский доллар, золото дальше за снижение. То есть вот так. С индексов ты покупаешь S&P 500. Я писал в понедельник тоже своим ученикам покупка этого. Доу-Джонса, да? Нет, Дакс, Дакс немецкий. То есть он был неплохой. Да, там тенденция. Он тоже сломал вот такой локальный тренд. Аналогично, когда мы еще там две недели назад обсуждали S&P 500 в лонг. Я пока был там за шорт локально. Он отрабатывал в локах, когда сломает тренд. Здесь аналогичная картинка по Дакс. Вот мы ее сломали. И в понедельник, даже там пятница, четверг, еще в прошлой неделе были лучшие покупки. Но пока тоже по данному активу за лонг, возможно, покажем максимум, дойдем до максимума в этом или следующем месяце по данному инструменту. Так, пока вот так. Спасибо, Виталий. Ну что, следим. Заседание Банка Канады, заседание Европейского центрального банка завтра. То есть в понедельник точно обсудим все это, подведем итоги. Ну и я уверен, что будут новые рекомендации. Ситуация на рынке, она всегда меняется. На фоне таких-то событий уж точно. Цены будут уже совершенно другие. Виталий, тебе хорошего закрытия недели. И тоже уже по традиции хороших выходных. Спасибо. Пока. Удачи.